Всем привет! Меня зовут Маша и я рада вас приветствовать на своем канале о вещах из секонд-хенда. Сегодня покажу вам последний день завоза из магазина Smart Store, цена за килограмм 58 гривен. А начну с мужского джемпера от бренда Lyle Scott, красивый коралловый оттенок, джемпер довольно плотный, никаких следов носки я не обнаружила, есть небольшое пятно на передней части, скорее всего не проблема будет с ним справиться, а в остальном никаких дефектов нет. Выполнен он из 100% шерсти, прекрасная качественная вещь с натуральным составом, стоил джемпер 29 гривен. Укороченный кардиган от бренда Karen Millen, размер небольшой, это 4, спокойный бежевый цвет, украшен небольшими рюшами, некоторые выполнены из 100% шелка, некоторые из полиэстера, сам кардиган выполнен на 77% из хлопка и добавлен на полиамид вискоза и эластан. Видно конечно, что вещь не современная, но мне понравился его внешний вид, стоил этот кардиган 14 гривен. Удлиненный джемпер от бренда Barber в 10 размере, темно-синего цвета, с более контрастной белой и красной полосой, он тонкий, не тяжелый, выполнен из 100% хлопка, состояние в целом неплохое, есть конечно следы носки, есть небольшие катышки, но думаю, если привести его в порядок, то можно вернуть ему прежний вид. Стоил этот джемпер 15 гривен. Если демо секонд-хенда вам интересно, то не забудьте поддержать меня подпиской на канал, поставить пальчик R под этим видео, если оно вам понравится и добро пожаловать в комментарии, пишите, что вы думаете о моих сегодняшних находках. Понравился мне жилет в довольно крупную горизонтальную полосу, спокойные базовые оттенки, темно-синий, бежевый, белый, мне кажется, что вещь винтажная, возможно ошибаюсь, мне понравилось, как он выглядит, только по размеру не подошел, все-таки немного оказался велик. Качество неплохое, выполнен скорее всего из хлопка, бирка отсутствовала. Стоил этот жилет 11 гривен. Понравилась мне футболка в светлом сером цвете, с небольшим краплением люрексовой нити, понравилась мне внизу эти детали из бисера, они все присутствуют, нет оторванных. Эту футболку я купила для себя, и села неплохо, и качество у нее хорошее, и состав относительно неплохой, основная часть здесь вискоза, и состояние новой вещи. Стоила футболка 13 гривен. Привлекла мое внимание юбка от бренда Вархаус, в восьмом размере, длина у нее до колена, красивый синий оттенок, довольно крупные цветы, плотная ткань, выполнена юбкой стопроцентного хлопка, понравилось, что есть карманы, юбка выглядит новой, стоила она 15 гривен. Легкая воздушная блуза от масс-маркет бренда, в десятом размере, она новая, присутствует бирка из магазина, нежный персиковый цвет, крупный цветочный принт, она вся легкая, вся женственная, изящная, воздушная, состав неплохой, это стопроцентная вискоза, мне она понравилась, но все-таки покупать ее не стала. Стоила блуза 11 гривен. Рубашка без рукава от бренда NEXT, размер 16, понравились мне оттенки этой клетки, сочетание зеленого, белого, светлого, бежевого, ярко, но в то же время довольно спокойно и нейтрально смотрится, выполнена эта рубашка из стопроцентной вискозы, она на завязках, хорошо выглядит и даже несмотря на то, что размер немой, села относительно неплохо. Стоила рубашка 10 гривен. Юбка от бренда SuperDry, размер 12, длина у юбки ниже колена, садится она по фигуре, в обтяжку, талия здесь на резинке, неплохая юбка и даже неплохое качество, как для этого бренда. В составе здесь хлопок с полиэстром, стоила юбка 8 гривен. Блуза от бренда Zara, вертикальную нежно-голубую полосу, рука здесь 3 четверти, блуза прямого кроя, она не обтягивает, выполнена из вискозы, это чувствуется хоть бирки с составом и нет, она тонкая, легкая, приятная к телу, качество и состояние мне понравилось. Стоила блуза 9 гривен. Юбка от бренда Oasis, может кто-то помнит, я показывала ее в прошлом видео, в день завоза, довисела она до последнего дня, и я решила ее купить, хоть составы не натуральные, но мне понравилось, как села на меня. Стоила юбка 15 гривен. Брюки кюлота шведского бренда, натуральная, приятная расцветка, по внешнему виду выглядит, будто выполненная низельна, но в составе его 20%, остальное это вискоза, но тем не менее, мне понравилось их качество и внешний вид. Стоили брюки 19 гривен. Еще одни брюки в светлой, нежной бирюзовой расцветке, эти не укорочены, в составе уже 100% лен, ткань более грубая, более плотная, хорошее качество и прекрасное состояние. Стоили брюки 25 гривен. Необычная юбка, она асимметричного кроя, яркая расцветка и цветочный принт, и геометрический, да и вся коллекция от коллаборации этих брендов нестандартная. Себе я вряд ли бы подобную юбку купила, состав здесь синтетический. Стоила она 18 гривен. Платье от Макс Студио, размер S, короткий объемный рукав, на талии широкая резинка. Это платье я купила, буду использовать его в качестве домашней одежды, но легкое, жарко не должно быть. Выполнено это платье из вискозы, расцветка, конечно слишком активная, но все-таки решила купить. Стоило платье 17 гривен. Блуза от бренда New Look в 18 размере, пыльно-розовый, спокойный цвет, приятная ткань в крупный рубчик, короткий объемный рукав, блуза свободная, красивая открытая спина, состав, к сожалению, здесь синтетический, мне кажется, размер не совсем соответствует. Стоило блуза 16 гривен. Платье халат на запах в размере M, в меру яркая расцветка, цвет приятный, это вискоза, она приятная к телу, мне не подошло по размеру, да и внешне платье выглядит, как домашний халат. Стоило платье 14 гривен. Джинсы скини в 10 размере, довольно темный оттенок, на удивление, не в прекрасном состоянии, как для последнего дня, размер мой, но в примерке поняла, что мне не нравится как сели, это средняя посадка, а я люблю высокую, поэтому не купила. Стоили джинсы 20 гривен. В этот раз на удивление был большой ассортимент сумок, конечно, все они не кожаные, а даже если и попадаются из натуральной кожи, то состояние уже печальное. На этом я буду с вами прощаться, спасибо, что досмотрели видео до конца. Приглашаю вас в мой магазинчик в инстаграм, ссылка в описании под видео. И подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые покупки и новые находки. Субтитры сделал DimaTorzok